Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Дополнительное время. Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Ну, микрофона, как всегда, Алекс Бланко. Хотя, почему как всегда? Групповой этап я пока что еще не работал. Последний раз вы должны были меня слышать на вилдкарде. Как вы видите, пики уже начались. И давайте, наверное, перед матчем немножко о турнирном положении команд. Поговорим буквально пару минут. Tempest E-Sports с двумя поражениями. У нас занимает в группе А предпоследнюю строчку. В то время как Zero Squad версия 2 занимает у нас вторую строчку в этой же самой группе. Но пока что только лишь одну игру до этого момента они сыграли. Таким образом, в принципе, все может измениться. Но все-таки вот эти два поражения, наверное, поставили... Ну, не жирный такой, но достаточно серьезный вопрос для Tempest по поводу выхода все-таки в верхнюю сетку, а не в нижнюю из группы. Все-таки пробиться будет сложно. Там вообще группа А достаточно сложная, на мой взгляд, гораздо сильнее тут подбор коллективов, нежели в группе B. Все-таки и Raccoon Gaming, и Zero Squad, Yellow Boys, TNL, Generation of Miracles, Team Relict. Это все-таки коллективы крайне сильные, и большинство из них примерно одного уровня. Соответственно, заруба в этой группе, в принципе, будет очень серьезная. Вот поэтому, в принципе, для Tempest шансов, я думаю, что не очень много. Хотя, посмотрим. Все будет зависеть, в том числе и от исхода сегодняшней встречи. Хотя, насколько я помню, аналитики явно не в пользу Tempest ставили. Давайте даже сейчас проверим, если у нас была аналитика сегодняшних матчей. Точнее, не аналитика, а предикшены. Если честно, если честно, не вижу. Да, не вижу. Но посмотрим, как проголосовали у нас вы, и здесь 100% голосов в нашем официальном паблике ВКонтакте было отдано за победу за Росквад со счетом 2-0 над своим оппонентом. Поэтому зрители, ну, ровно так же, как аналитики, я думаю, в принципе, сегодня болеют явно за один коллектив и думают, что матч будет выглядеть как одностороннее избиение. Ну, посмотрим, так ли это будет на самом деле или же нет. Тем временем у нас вторая стадия пиков скоро начнется. Вторая стадия банов уже завершается. И мы видим комбинацию саппортов, очевидно. Пятая и четвертая позиция от Tempest. Это Oracle и Spirit Breaker. И Doom с Саленсером от Zero Squad. Но вообще, Doom плюс Саленс. Честно, я не особо следил за матчами группы А. Я больше работал по Б-группе. И не очень хорошо знаю, чем коллективы в этой группе играют. Возможно, First Pick Doom для Zero Squad это обычное дело. И у них есть какие-то заготовки под этого героя. Но посмотрим. Посмотрим, как они будут его реализовывать. Очевидно, это... Хотя не очевидно даже. Это, скорее всего, Hard Lane. Doom не сомневаюсь, что четвертая позиция будет. И Слардер. Вот так вот. То есть, или Слардер, или Spirit Breaker. Это у нас будет Hard Lane герой. И в текущей мете, мне кажется, не тот, не тот Hard Lane сильно не отстаивает. Да, они могут пойти даблой. Но тогда, очевидно, ослабится давление. А все-таки комбинация Spirit Breaker и Слардер подразумевает собой давление. Причем давление с самых первых минут, в принципе. Sven у нас появляется для TheRowSquad. И моментальный пик снайпера в ответ. К слову, дополнительного времени уже практически не осталось у Tempest Esports. Свен, ну... Очевидно, Свен здесь был взят в большей степени, наверное, из-за Варкрая. Потому что будет развешиваться Amplified Damage по всем. Точнее, Коррозив Хейс, да? Он сейчас называется, да. Коррозив Хейс будет висеть на абсолютно всех героях. И, в принципе, Варкрая ей поможет ультимативную Слардера как-то в драках хотя бы нивелировать. Но... Но в целом, вообще... Вообще, здесь Свен... Ну, так. На самом деле, мне кажется, до покупки Блокенбара ему будет крайне сложно. И после покупки Блокенбара, на самом деле, цель... Соло-цель он не зафокусит. То есть, ее моментально будет спасать Оракл. Вместе не конец. Вот Лиджиан Коммандер. И уже аж три миличных героя под Саленсером против Снайпера. На самом деле, может стать проблемой. Это для Заросквата. И вообще, Лиджиан Коммандо против Оракла... Не знаю, не знаю. Сложно анализировать драфты, когда... Не знаешь, как вообще будут линии расставлены. Потому что я, например, не понимаю, какой Зароскват сейчас будет линия выглядеть. Это Свен Суппорт, не знаю, Дум, что... Куда Дум? Или Дум в лес, Легионка в Хардлейн, Свен Керри, Саленс Мит и один соу-суппорт. Так как-то... Но если только да, если только Дума делать четверкой и ставить его в лес, тогда да. Но вот мне кажется, на Легионке будет не особо вкусно стоять в сейф-линии, если Снайпер пойдет не в мид, а в керри. Потому что на Ренджу он просто не подпустит. Ласт пик, тем временем, остается для Заросквата. И... Лучше просто посмотреть и понаблюдать за драфтом, нежели его пытаться анализировать. Что я могу вообще понимать в том, что происходит на этой карте. Мой голос вообще, в принципе, должен идти просто фоном относительно всего происходящего. Относительно картинки, разумеется. Замечательный состав, кстати говоря, в Зароскват, который состоит полностью из замен. Очевидно, ребята. Лень было всех инвайтить в команду в доте. Просто играю так. У Темпест хотя бы один герой есть. Инвокер. Ну, в принципе, да, под Легионку, конечно, нужен был какой-то дамедж, потому что бёрста абсолютно никого не было. Так хотя бы будет Санстрайк. Хотя бы через Санстрайк будут, в принципе, умирать герои. Другой вопрос, что Легионка прыгает с даггера, моментально вешается на этого героя ультимейт Оракла, моментально туда же прибегает Свардар Дайверстан, но вот ещё и в Рейс Кинг. То есть, по факту, Легионки, кроме Снайпера, здесь убить больше никого невозможно. Вот. Но, как бы, и Снайпера, если начинаешь его фокусить, то его спасут. Посмотрим, посмотрим. Ну, Легионка Мандру будет крайне-крайне сложно. Ну, скорее всего, получается Сайленс, Суппорт пятый и Дум четвёрка. Ну, не знаю, не знаю. На самом деле, очень жадно. Очень жадно. И, по факту, кроме Варкрая и пресс-атака, под сейвы у Заро Склад не имеется. И через дуэль тоже особо никого не убьёшь. Но если только, чтобы забрать дуэль, нужно будет тогда просто весь прокаст инвокера, там, Метеор, Санстрайк, Бласт всаживать в одного персонажа, для того, чтобы дуэль была выиграна. Тем временем мы наблюдаем за вылетом рейнджеров. Нижние рейнджеры у меня не прогрузились. Они просто чуть-чуть запоздали, походу. Я не понимаю, зачем люди, которые имеют тысячный новой компендиум, участвуют в турнирах. Просто этот человек, он задонатил, мне кажется, примерно столько же, если не больше, сколько у нас призовый фонд за Immortals. Но, ладно. ТПшки у нас моментально пошли. И в мидл летит у нас СМСВ. Суппорт команды Зару Скват поставил. ЛФТ, ЛФТ. Ищет у нас кто-то команду. Поставил в арте в миду в один. Зару Скват будут видеть мид-линию. А Tempest и Спортс решили наблюдать за хард-линией. Ну и здесь, кстати говоря, должны были они видеть, что поставили тут Сентряк. Поставили тут, точнее, ОПС. Потому что дайеры поставили здесь вообще раньше. Должны были это все прокликать. В то время как в миде, наоборот, ситуация такая, что Рейденты должны были видеть, что стоит ОПС. Просто два абсолютно идентичных вардинга. Просто абсолютно. Забавно. Забавно. Ну, наверное, стоит пройтись быстренько по игрокам и персонажам, на которых они будут исполнять. Соответственно, Зару Скват у нас. СМСВ будет играть на Саленсере. На СВЕНе у нас играет Олд Спаки. На Легион Коммандере у нас играет Икарус. На Думбрингере будет исполнять One More. И на Инвокере Блэссю. Таким образом, это у нас команда Зару Скват версия вторая. Ну и пока стоит пауза, быстренько приставим там по СТ Спортс. Здесь у нас на Снайпере будет играть 6-2-2. На Спирит Брейкере Фонс. На Слардаре. Кстати говоря, вот Слардар будет Хардлейн. Тут тоже решили они не идти даблой. Одного Слардар здесь оставили. На Слардаре у нас будет играть Диббат. Или Диббат. Не знаю, как точно ударение здесь ставить. На Врейскинге Бейзен и на Оракли Киа. Таким образом, это у нас состав команды Темпас Еспортс. И игра только начинается. Все расходятся по линиям. Да. Разумеется, сегодня я, видимо, плохо спал. Хорошо, что я хотя бы вспомнил не в середине трансляции. Я надеюсь, что меня простят наши зрители Свича за минуту или две замечательного фона. Это мой первый и последний косяк на этом турнире, обещаю. Просто свернул ОБС, к сожалению, на втором мониторе и забыл. Забыл про него. Ну и пока у нас стояние происходит на линиях. Братрум здесь прибежал в мидл и стоит инспект инвокера. Но вот он решил на него выбежать. У инвокера есть там колд снэп форж. В принципе, он может все это дело дать. Но просто пока что форжа кастует. Ну и появляется у него колд снэп в пуле. Но пока что он его еще не выдает. Легионка стоит здесь против Брайс Кинга и Оракла. В принципе, против такой даблы можно как-то пытаться стоять. Не особо там много тебя харасит Оракл. При этом Брайс Кинг, в принципе, миличник. И против миличников в легионке проблем обычно не бывает. Этот герой, который любит тачковаться. Дум просел очень сильно в лесу. И бежит на базу с сапогом, клареткой и смоком. У него такой именно затар. А еще и винлендс он себе прикупил, чтобы очень быстро бегать. И 355 мс он имеет без подключенной земли. Там будет еще больше. Ну и здесь дебат. Ну, проседать он, конечно, здесь будет. На этой линии он себе купил талон. Очевидно, рассчитывая на то, что если к нему будут прибегать, то он просто развернется и уйдет в лес. Но пока что еще стоит на этой линии. Там, тем временем, на топе может быть килл Икаруса, Баш. И там, тем временем, ферстблат случился чуть раньше. Инвокер убил снайпера. Но здесь забрали и Икаруса. Повезло, на самом деле, на Баш. За счет Баш льонку чуть откинуло. И в Рейс Кингу хватило ренжи на то, чтобы дать свой стан. В другой ситуации могло бы не хватить. Ну и пока у нас все затихло. Хотя достаточно активные герои у Темпест. Тот же Спирит Брейкер должен перемещаться очень много. Оракл пока что делает отводы. И тем же самым занимается Сайленсер. Сайленсер вообще на линии не выходит. Собственно говоря, поэтому Слардару здесь, в принципе, стоится. Не сказать, что очень хорошо, не сказать, что очень плохо. Но стоится. По крипам у нас топ-1 крипстат на карте, естественно, с Вен. Тут как бы не было никаких сомнений. И, кстати говоря, 19 на 4 у Врейс Кинга. При том, что у Льонки всего лишь один задунайный крип. Значит, все-таки какое-то количество крипов он просто пропускал. Прилетел у нас Думбрингер на топ. Хотят они кого-то забрать. Бежит он на самоках. Левел он имеет второй. Нету пока что ни земли, ничего такого. Сайленсер у нас пока что просто ходит. Хочет переместиться в мидл, очевидно, но передумал. Там, тем временем, мы Карлоса забрали через... Через Тан, очевидно, от Врейс Кинга и плюс. Боже, у этого героя ни один спелл, на самом деле, по названиям не знаю. Поэтому я буду просто говорить первый, второй, третий. Потому что и так очень сложно запоминать название спелов. У Оракла это вообще непостижимая задача. Как тут Сайленсер просто по-капитански смсв ставил сейчас олдспаки этого крипа ранжевого. Я бы добил на его месте. Собственно говоря, наверное, поэтому я сейчас не играю. Сижу здесь и комментирую, потому что я в таких случаях крипов добиваю. Вот, ну, ладно. Намечается у нас какой-то ганг в мидл. В смоках бегут ребята на инвокера. Вот он пошел у нас разбег. И на Баратрума. Закидывал Оракл Суперспелл там, тем временем, Свардара убили. Была какая-то, точнее, не такая серьезная комбинация. Типа, чтобы АОЕ... АОЕ. АОЕ вот этого спыла цепануло инвокера. Я так понимаю, чтобы он за счет этого застанялся на какое-то время. Но это не сработало. К сожалению, сработает и сейчас. Сейчас тоже это не сработало. Но инвокера, кстати говоря, скорее всего здесь заберут. Другое про что. Должны на кого-то разменять. Хотя бы на спиритбрейкера. Но нет, он просто убежит. Ну, Оракла. Тут нет, ни у одного из героев нет никакого замедления. Поэтому Оракл здесь тоже просто на ноги отсюда уйдет. Никаких у него проблем не возникнет. Итого, получается, ганг можно назвать удачным. Хотя и со второй попытки 390 золота заработали. Кто, кстати, забрал килл, забрал. К тому же снайпер. Очень даже неплохо. Очень. Подбирает у нас хейст снайпер. Не видел этого сладар. И сейчас сладар буду здесь забирать, в принципе. Без особых каких-то вариантов. Да. Плюс 2 и минус 2, соответственно. И там прилетел спиритбрейкер. В сайленсера. Но нет. Больше башеков не выпало, к сожалению. И тут снайпера чуть было не забрали. Спиритбрейкер остается на этой линии. Никуда он бежать не хочет. Дум нашел себе стаки. Но у него есть... Возможно, он даже их сам, кстати, делал. У него есть вот этот вот, да, торнадо. И сейчас с его помощью он будет все это дело фармить, конечно. Процесс не близкий, но, тем не менее. Там, тем временем, легионку хотят очень сильно. Нет. Просто в Рейскинг практически в одиночку. Братрум опять куда-то выходит. На этот раз без смоков. Пришел, проверил, нет ли руны. Руны нет. Ушел дальше. Ушел дальше. В миду инвокер нападает. И снайпера, скорее всего, он заберет. Или даже нет. Снайпер, кстати говоря, выживет. А вот инвокер, да, инвокер нет. Помог здесь оракл, наверное, в большей степени, чем спиртбрекер. Потому что, если бы не оракл, скорее всего, инвокер бы успел декорстрелять. Но вот, кстати, снайпер, возможно, даже... Нет, не умрет. А вот арт. Саленсер вполне себе может, да. Синайт того. Счет 3-5. Не очень хороший размен, на самом деле, для... Ну, разумеется, не очень хороший размен для Zero Squad. Но здесь Doom, тем не менее, забрал все-таки снайпера. И вот, думаю, конечно, уже не пробьешь. Там 5 армора и 1200 хп. Плюс еще регена. 19-0 было только что. Ну вот, Doom просто в наглую здесь бегает, скаутит вражеские леса. Тем временем, Свен стоит, продолжает в рефарме. 76 крипов он имеет. Уже есть Mask of Madness и ПТ. И, в принципе, с этим всем можно заходить на стаки, которые... Которые есть. Которые есть. Тут они есть. Тут их нет. Только лишь в одном месте стаки делают. Тут очередной раз выход на инвокера. Ну, да. На этот раз он просто ушел в инвиз. Но уже были к этому явно готовы герои соперников. Потому что аж 2 до 100 было одновременно использовано. И, кстати говоря, продолжают драку. Регион-коммандер, конечно, с дуэлью. Но нет. Нет, нет, нет. Тут без каких-либо шансов эту дуэль выиграть. Кстати говоря, на развороте даже... Ну, может, и отъехать. Потому что там уже откатился Синейт. Нет, не умрет, по идее. Да. Чуть-чуть совсем там оставалось. Ну, начинается какое-то веселье, на самом деле, в миде. Это у нас ребята фармили. Ну, хотя как фармили. На самом деле 10 киллов на 10 минут. 1 килл в минуту. В принципе, успевали и... И пофармить, и подраться. В Рейсинг есть практически уже Блэдмейл. Уже он, на самом деле, есть по деньгам. Осталось его только докупить. Сейчас он, да, за ним идет есть Блэдмейл. И будет выходить затем, после Блэдмейла, в Радианс. В Рейсинг. Ну, в принципе, дефолтный билд в новой миде. Относительно новой. И Спирит Брейкер бежит куда-то, наверное, на инвокера. Опять, да. Бежит он на инвокера. Что-то у нас Свен... Ну, Свен ушел окончательно в леса фармить. Оставил свою линию с Саленсеру, чтобы он поднял хотя бы себе шестой с Глобалом. Конечно, тоже что-то глобалить непонятно. Но, окей, хотя бы с Глобалом можно будет инициировать какого-то героя. И чтобы его не сразу засейвил Оракл. Потому что там Глобал закончится, он в любом случае свой сейв выдаст. Там, тем временем, Баратрум. Нашли они здесь Свена на стаках. Свен отсюда должен убегать. Там Дум повесил у нас в кого-то. Точнее, в Оракла. Повесил у нас Дум. И того уже уехал снайпер. Уехал вслед за ним Оракл и Баратрум. Баратрум отсюда просто убегает. Убегает он на топ. Нет, чуть-чуть Сенстрайком промазал. Но Сенстрайком он бы и не добил. Баратрум, кстати говоря, бежит на Легион Командер. И этот, вроде как, поначалу эскейп может вполне себе превратиться в очень даже удачный ганг. Вот если бы сейчас не развернулся бы в Рейс Кинг. Нет, 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 нету Вижена. Нету просто Вижена. Для Рейс Кинга и все. Легионка отсюда спокойненько-спокойненько уходит. Оракл обновил Вижен в Миде. Вообще, что у нас по Вижену? Зару Склад. Видит у нас две руны. Относительно видит свой мидлейн. Там все время нем умер Слардар. Свен вместе с... Саленсером его закостыляли. И в Миде у нас очередной ганг на Инвокера. На этот раз даже Братумс Ультимейт не пожалел. Да. Инвокер, Инвокер, Инвокер. Не его матч сегодня. Хотя 3-4, но прям вот очень сильно его не любят. Прям очень-очень. Только его гангают по факту. Ну а что у нас по Вижену? У Темпеса Испорса абсолютно идентичный Вижен. Просто команда. Такое ощущение, что у них тренер одинаковый. И просто который подсказывает им, как нужно выставлять варды. Потому что абсолютно одинаковые варды. Видят абсолютно одно и то же. И у одной и другой команды. Но сейчас, да. Сейчас упал вот здесь тот опс. У Зару Склад. Снайпер, снайпер, снайпер. Что-то не очень много слотов на самом деле у снайпера. Ну и Нетворс у него не очень большой. 3500. Есть у него ПТ плюс Аквилла. Стик также лежит. Встэш и Инвокер. В свою очередь уже есть Медас. И практически 4000 Нетворса. Но, естественно, первую строчку по Нетворсу у нас занимает Свен. 7000. 6900 у него было уже 7. И на 1000 отстает в Райс Кинг. Который после приобретения Радианса, в принципе, только начнет более-менее к Свену приближаться. Но, в принципе, в априори. Если он не будет убивать больше Свена, фармить он гораздо медленнее. Героя с более большим мечом, нежели у него, я думаю, что в этом случае размер решает все-таки. Абсолютно запакованный в Райс Кинг. Я примерно понимаю, почему его пикают. Потому что просто тут в каждый слот какая-то очень дорогая имморталка. Мификал, мификал, иммортал, иммортал, мификал, иммортал. Это тот самый человек с тысячным левелом компендиума, по-моему, если я не ошибаюсь. Глобал у нас был заюзан. Что это и глобал дал. Ровным счетом ничего тут. Тем временем чуть было Свардар не отъехал. Я так понимаю, один на один против Свена. И вновь игра чуть-чуть приостановилась. Все фармят. У нас Легион Коммандор еще даже... Легион Коммандор еще даже... Блинк Даггера у него нет. Инвокер все хочет барабаны с чем-то вынести. Очень быстро. Хотя, не знаю. По мне, так лучше надо было здесь делать сразу же Травела. Потому что... Ну, хотя нет, да. Согласен. Травела прям сразу после Мидаса здесь не очень хорошо. Потому что есть Спирид Брейкер. И он будет, в принципе, всю карту скаутить тебя. Вот здесь очередной ганг на Инвокера. Спирид Брейкера, но нет. Отменил. Отменил. Увидел, что там Саленсер стоит на подсейве. И решил дальше не бежать. С Вен есть Сенжин Дьяша. Но, на самом деле, Даггер ему здесь в этой игре нужен. Чтобы инициировать все-таки... Вслед за Льонкой, разумеется. Потому что первым влетать на Свене все-таки не очень хочется. Хотя можно, в принципе, влетать и первым. Но тогда нужно иметь БКБ. Вообще, без Блокенбаров тут Свену будет крайне плохо. И я так думаю, что вполне мы можем увидеть такую ситуацию, что пока у Свена не появится Блокенбаров, он просто не сможет нанести нужное количество ударов для того, чтобы героев забрать. Но, тем не менее, своим могучим молотом он продолжает фармить. ГДС. Сейчас он подрубает. Очевидно, хочет забрать эту вышку. Вот еще и Свардар прилетел. Вот, кстати говоря, у Свардара Блингдаггер-то уже есть. У него нетворсы больше, чем у Легион Коммандера даже. Вот. Он тут уже даже влетел в кого-то. Далстан. И тут уже несколько аж героев с Саленси разбревают. Пока что размен один в один на Свардара. Здесь прилетел уже из Передбрейкера. Итого, трейк сюда ребята стянули. И Свен, ТПшка есть, маны на нее нету. Но сейчас накапает. Его уже решили не искать. Рано. На мой взгляд, рано. Свен подключил ГДС. Можно было бы его включить чуточку позже. И тогда была бы возможность даже подраться против нескольких героев. А не только лишь убить Свардара. Ну и на топе Удума. Есть Удума Родофотос. Десятый уровень. По нетворсу он даже выше своей хардлейн Легионки. На самом деле находится. В Легионке до сих пор нету Даггера. Бресткинга. Я совсем скоро будет Сакрит Релик. Релик. Реликты-то у нас играют на The Immortals. У Легионки, я так чувствую, еще чуть-чуть отложится сейчас Даггер. Если он его прямо сейчас не нафармит. А он его прямо сейчас не нафармит. А тем временем у нас в миде умер снайпер. Но здесь и башек. Да. Добрый вечер. А здесь даже Слардар, не Слардар, вру, Спиритбрейкер отменил ПП, но по-моему он это сделал не сам. Не ТП, конечно же, разгон. Боже, я заговорился. Казалось бы, еще даже восьми нету. Я уже начинаю заговариваться потихоньку. Итого мы имеем, в принципе, размен 2 в 1. В Рейс Кинг спушил нижнюю тир-1 вышку, а за Росклад спушили центральную тир-1 вышку. По вышкам пока что 2 в 2. Абсолютная ничья, собственно говоря, как и в принципе на карте. Да, небольшое преимущество есть у Заросклад по Нетворсам и по опыту, разумеется. Но это все-таки большинство, большая часть этого преимущества лежит в этом замечательном герое, который прямо сейчас бежит. Ему, кстати, говорят, что летит в Курьере, что он там прилетел. Ему прилетел Блингдаггер, и тут не очень удачно Спиритбрейкер прилетел. Но вот его, конечно, подсейвят, но я думаю, что он здесь в любом случае умрет сейчас, как только ультимейт закончится. Да. И можно было на самом деле прыгать и дальше. Уже здесь был инвокер, можно было бы повесить Алакрити. Но там, тем временем, снайпер, я так понимаю, спушил медлини. И у снайпера, кстати говоря, уже появился Джагон Лэнс, даггер уже есть у Легионки. В общем, можно пройтись по артефактам у Саленсера, что-то ему летит в Курьере, а вот что ему летит в Мидас. Вот так вот даже. СМСВ без комплексов. Он сразу тарит Мидас, ну и в принципе нормально, чтобы были хоть какие-то артефакты. Все-таки пик жадный. По факту все из этих героев могут быть достойными керри, поэтому Мидас здесь только... Ну, будет очень хорошим выбором в том плане, что в Лейте в любом случае вы выиграете, потому что у вас элементарно больше коров. СВЕН. СВЕН у нас после Блинка, ну буквально Блинк он только что купил, больше у него, естественно, ничего в ближайшее время не появится. Но в планах, планы Наполеоновские и в планах Блокенбар у нас уже лежит. Легионка, как я уже сказал, Даггер, у него где-то в Курьере, очевидно, летает. Хочет она еще и вардов очень много купить у Думбрингера. На подходе Армалет уже есть Родофаттос. И последний герой этой команды это у нас Инвокер, у которого есть Барабан и Мидас. И остается буквально полторы тысячи голды до Аганим Скипетра. В атаку командует у нас СМС-СВ, и действительно команда его бежит в атаку. Решили не пофокусить почему-то самого быстро убиваемого героя. Сейчас был сарказм, если что. Потому что в Роскинг, а у Роскинга уже есть, так говоря, Радиенс. Я просто не успел еще пройтись по артефактам команды Tempest Esports. И пока что размен один в один. И один в один такой себе. Потому что тут еще, мне кажется, и Свен тоже уедет. Да, уже умер еще и Саленсер. Уже это два в один. И Свен отсюда никуда не уйдет. Итого три в один. На самом деле, немножко я не понял смысл Дума в Слардара. И немножко я не понял смысл фокусить в Роскинга первого в драке. Просто если убить всех четырех героев, то в Роскинг вас не убьет в одиночку. Это, в принципе, ну у него пока еще не те артефакты, чтобы прямо в одиночку один на один махаться и выигрывать. Можно убить всех остальных. Но другой вопрос, опять же, я говорил о том, что за инициацию, за инициацию, кроме Снайпера, больше никого убить не смогут. Но и Снайпера, ты еще попробуй убей, потому что, как бы, там моментально будет ультимейт Оракула, там моментально будет подсейв в виде Слардара, который сразу же ворвется и застанет на контр-инициации. И, как бы, даже вот такого вот слабого в априори героя по хитпоинтам, в принципе, не сильный, убить крайне сложно. Уже есть пика, я так думаю, должна налететь в Курьере, да. Нет, это рецепт на Сэндж для Слардара, который, кстати говоря, делает себе Алибарду. Снайпер себе решил пока что пику, я так понял, не делать, потому что нет. Есть рецепт на пику и следующим слотом сразу же будет Мелшторм. Мелшторм, Спиритбрейкер, Спиритбрейкер тоже делает Алибарду, итого Алибарду будет две, что лучше, чем одна, логично. В принципе, Рейтскинг делает себе Блинк Даггер после Радианса, в принципе, вот, к Свену он после Радианса постепенно так приблизился, здесь Сайленсера, скорее всего, будут убивать, Слардар сейчас бьет ему ТП-аут, и, в принципе, он его и в Сау, наверное, размотает, да, там, будет Санстрайк, конечно, но Санстрайк тут такая себе помощь. Еще бы плюс один, и это Слардар бы, кстати говоря, тоже бы здесь умер, есть уже Арблет, у Дума, тем временем. У Оракла пока что особо ничего такого нету. Так вот, после появления Радианса, разумеется, Рейтскинг начинает, в принципе, приближаться к Свену, другое вопрос, что если Свен не сбавит позиции, то, в принципе, его догнать несложно. Вот здесь тут ультимейт был заюзан, дуэль была заюзана в Оракла, и этого Оракла убивали, конечно, очень долго, в общем, месили всей толпой. Немножко непонятно, куда в этой ситуации пошел Свен, если честно. Ну и того, мы имеем 2 в 2, разумеется, там еще Братрон прибежал, Братрон ни в кого особо не приближал. Вот так что было заюзана дуэль была в Оракла, в принципе, героя, который, ну, ровно так же, как и снайпер, его можно дуэлить и быстро убивать. Но, тем не менее, его убили как-то очень долго. Мне кажется, там кроме Легионки больше никто не пытался насти дамедж, а Легионка в итоге, когда она дуэль, так-то и не выиграла. А у Легионки, как бы, артефакты, не на урон. То есть, если бы это был бы Shadow Blade, а не Blink Dagger, возможно, она бы в соло и разбирала бы этого Оракла. Но именно с такой комбинацией, Dagger плюс Bloodmail, это все-таки больше ориентировано на то, что тебя будут много бить, и за счет этого будешь дуэли выигрывать. Свен продолжает у нас фармить, тем временем Brace King, кстати говоря, уже как бы обогнал Свена по Нетворцу. К слову, так, уже он его обогнал, ну, ненамного, окей, там, 400 голды туда-сюда, но все-таки 602 решают, сколько бы то он ни фармил. Вот у него 602, 192 крипа, у Свена 5-2, 5-2-4, то есть всего лишь, ну, ненамного больше смертей всего лишь на 2 и на 1 меньше, на 1 меньше убийства. Но крипов-то гораздо больше, 257, а на Творца плюс-минус одинаковые. Инвокер пересек у нас порог в 10-тысячный Творца, обогнал он по этому показателю снайпера, продолжает держать здесь более лидирующие позиции. Тут, тем временем, СМОК, все впятером ребята движутся и выйти они хотят на Свена, который, кстати говоря, может не подразумевать ни о чем. Ну, вот он, Блинк, Глобал сразу же пошел, но здесь, мне кажется, уже Драку все равно придется принимать, потому что уже просто под Тавр в наглую идет Бейзен, его там просто нужно принимать, других вариантов нет. Повесили Лебарду на Свена, он пока что бить не может, тут, тем временем, Размен пока что один в один. Еще и влетел сюда Баратрум, тут Бейзен теряет первую жизнь. Дум висит на Оракле, чтобы он никого не сейвил, логично, Бейзен после Возрождения продолжает здесь месить. Одного уже замесил, у того разуме он уже 2 в 2, там Оракл все еще выживает, Сэнстрайк по двоим, урон делится и того, и того, никого. Больше инвокера не убивает, кстати говоря, и сам он здесь может умереть, да. Немножко непонятно, что этот инвокер здесь сделал, но это тим вайп, очевидно. 5 в 2 Размен, естественно, в пользу Темпеста. Они, кстати говоря, все еще проигрывают по Нетворцам, как ни странно, по Нетворцу, но тут уже гораздо меньше преимущества Zero Squad версии 2. Ну вот он Врейс Кинг, один раз его убили, а на второй уже героев не хватило, потому что когда Врейс Кинг возродился, уже было 3 в 3. По героям живым на карте и забирают быстренько Рошана. Под Amplify Damage, конечно, это очень вкусно делалось. Вот о чем я говорил, все примерно так и происходит. Пик достаточно жадный, в мидгейме буду доминировать. Темпест и спортс, но очень сильно классируешь там. Дд, дд, быстрее. Оракул подбирай. Почему он снайпер отдали дд? Почему нету вот это отдали? Ну ладно. Так вот, в мидгейме будет абсолютно доминация темпности Спортс А вот в лейте тут все-таки я бы поспорил Потому что у Свена уже есть блокинг бар Он будет 10-секундный Поэтому следующая драка вполне себе может пройти очень даже неплохо Потому что уже не будет мешать Элибарда Уже не будет мешать никакой вид контроля Разве что против Хейс будет висеть И в принципе в Рейс Кингс Руки все равно будет неплохо урон наносить Но там, да, там есть Варкрай Если его нажать до Масков Мэднеса Не протупить, скажем так То все будет нормально И тут хотят идти в размен Взеру в склад Но по-моему этот размен не очень Инвокер тут опять абсолютно непонятная левая смерть Сейчас будет Или возможно даже выживет Там тем временем Оракула зафокусили Через БКБ свой отсюда влетел И Свардар также здесь должен умирать Да, Свардар здесь умрет У Свена скоро закончится Блокинг Бар И его здесь будут разбирать Очевидно Пока что он отсюда убегает Тут инвокер тоже просто делает апаут Сняли с него стан Замедли в Рейстинга, чтобы он не бил И на развороте Братрума Могут здесь напихать Попадают еще с Санстрайком С 40 кп у него остается Но думаю отсюда точно уже никуда не отпустят Его с остальным нужно отсюда хотя бы разбегаться Будут ловить Саленсера У которого нет Который просто уходит в другую сторону И просто делает апаут Ой, как же он Чуть-чуть буквально не хватило ему Чтобы шагнуть буквально за елочку Вот из-за ветки у него Его Сюрикен просто там торчал И Рейстинг это увидел Просто буквально вот Ну худеть надо, чтобы Из-за деревьев беда не было Очевидно Минвокер непонятно опять подставился Пришлось тратить Некоторое количество Сейва в него Не обязательно там была далеко Эта инициация Он прям под вышку зашел Чтобы кинуть от Метеора И после этого получил Просто краш Сверху Кройзи в Хейст Свардара Да, Свардара там разменяли Но все-таки размен по итогу все равно Не в пользу за расклад Уже и счет не в их пользу Уже даже И преимущества по золоту У них нету Просто в нули И графики абсолютно шли Даже у Темпес Чуть-чуть Чуть-чуть преимущества Побольше Спиритбрейкер здесь забежал Просто без стеснения Свардар влетел Абсолютно здесь Что хотят, то и делают Вешается Алибарда Но тем не менее Дебаты все-таки забрали И ставится Пупей пауза Нужно за расклад Очевидно Обсудить Что вообще они будут делать В этой игре Ну вот вам пожалуйста Очевидный результат Как бы В принципе В принципе Темпес и спорт Смогут зайти прямо сейчас На хайграунд С появлением Свардара И Аутов Для Зарусклад Ну крайне мало Да Там Там Все-таки Хайграунд Узкий проход Вот это Инвокер Свен Да Это все работает Это Как бы никто этого не отменял Но тем не менее В принципе Можно Попробовать Но сейчас Гораздо больше шансов Зайти на хайграунд Чем когда Наступит Лидгейм Тут Легионка Блэдмейл Нажать она не захотела Видимо И за это она Поплатится Тем не менее Разменяют ее В Братрума Разменяют По егес И скорее всего Еще и в снайп Стан по таймингу И Нет Тут Фоллс Промисс Есть Засейвил Оракул Сайпер Он просто сделал Сюда Типаут И тут еще И в Рейс Кинг Сюда пришел Решил на него Просто забить И пойти бить Оракул Но Оракул Конечно Не очень быстро Убьют А вот В Рейс Кинг Кстати говоря Скорее всего Покарает Здесь как минимум Свена Дума Прошу прощения Там тем временем Краш по двоим Великолепно Дум также отправился В таверну Сбили в Рейс Кингу Первую жизнь Но там еще будет И вторая Но здесь Инвокер просто отсюда убегает Маны на Краш У Слардара Не будет Непонятно почему Там Свен развернулся После того как Они забрали Оракла Если бы они продолжали Браться с этим Рейс Кингом То в принципе Ну Не знаю Возможно Возможно Даже были бы Какие-то шансы Вполне Такое возможно Но Но не факт Не факт Что у нас по слотам В частности Например У Снайпера У Снайпера У нас Есть Крикен Пайк Есть Мел Шторм У Спирит Брейкера Кроме Алибарда Пока что ничего не появилось У Слардара Тоже Алибарда На подходе Форстаф Ноут 60 золота В Минуту Берет у нас Саленсер Выходит Выходим В лейт Ребята Все нормально И Ассалт Кирас Делает Север Скинг После Блокен Бара Бар Явно будет Инициация И За эту инициацию В принципе Героя Ну Окей Кого-нибудь Снайпера Убить я думаю Могут Да даже на самом деле На такой стадии Жирного героя Могут попробовать Закострелять Но конечно Шансов гораздо меньше Разменяли У нас Ребята Ну не разменяли Даже опросы Снесли Тер-2 вышку Но тем временем Уже Просто на хайграунд Заходят Мпс Спортс Прожимает у нас Растинг БКБ Начинается Здесь Дикая драка Вешается Поверху У нас Глобал Себегут в глобале За дуэль В Растинг Кстати В эту дуэль Еще не проиграть Ну нет Хотя бы не проиграть Тем не менее Легионка Все таки Правляется в таверну Моментальным байкбек Здесь у нас Свена просто фокус Закончил с него БКБ И очень много урона У него вошло Еще и Саленсер Там умер И тоже байкбекнулся Но Ну вот Со Свеном Конечно можно подраться Но Свена просто Проблема в том Что Нету Блэкинбара Но хотя бы Если одного героя Здесь ребята Оставят Это уже Плохо Если это будет Еще и Броскинг То это будет Вообще шикарно Но скорее всего Будет Вообще никто Нету Броскинга На самом деле Зацепили Но здесь На подсейве Слардар Хотя как На подсейве Его самого Сейчас Разменяют Да Но В принципе В принципе Это Лучше чем Ничего Потому что Все таки Сторону Не отдали Через 3 байбек Еще и 2 героев На входе Поймали Там еще По-моему Кто-то еще До этого Умирал Нет Нет По-моему Никто не умирал Действительно Что сейчас Произошло А Стоп Подождите Так У нас Упала У нас Оказывается Упала сторона Я только Сейчас Об этом Понял Действительно Только сейчас Понял А кто Забрал А у нас Там Дум Сплитал Собственно Геро Поэтому Он не появился В самом начале Драки У нас Тем временем Упала сторона Здесь Великолепно Просто родов Оттос Поймал Дум Этого Спирит Брейкера И Первая Выигранная Дуэль Для Легион Командера На 3-4 минуте И вот он Я так понимаю Наступил Лейтгейм Когда уже Уже Есть Артефакты Героев И они Могут Воевать Но Легион К этим Героям Не Относится 8000 Нетворца Соло Харт Легион Командера Напомню Что 7500 У Суппорт Баратрума Здесь Свен Прожимает Блокинг Бар И Просто Это БКБ Чтобы Уйти Отсюда Уокер Уокер Отсюда Уходить Конечно же Должен Не догонят Да Крашен Его еще Не достают И Все Все Ротируются Потратили Только Лишь БКБ На Свене Ну и Кстати говоря Свену Походу Дело Потратили Бежит Догорает И Еще И Дум Чего Умер Не Все Поним Правда Чего Но Еще Легион Командер Отправлять Так же Таверну Итого Получается 3 в 0 При этом Сторону Не потеряли И Байбеков Не использовали Этот Размен Конечно Чуточку Лучше Чем Тот Который Был За Росклад Но За Росклад Окей Не Хотя Бо Сторону С Секунд Могут Эту Спушенную Сторон Сейчас Нивелировать Ребята Просто Зайти На верхние Бараки И Снести Их Потому Что 70 Секунд Не будет Свена Байбек У него Не имеется Да Кулдауна Это Самый Байбек Прошлый Драген Буквально Дело Да Тут Выкупается Дум Но Дум Тут Навряд ли Что-то Сделать С учетом Еще и Того Что Инвокер У нас Просто Занимается Каким-то Сплит Пушем А вот Кто-то Закончился Это Только что Сайленсер Когда-то Был Теперь Его тут Нет Инвокер Типа Сплит Пушит Остался На дефе Только Баратрум Тут Тем Временем Убили Еще и Суна И Сторона Как бы Падает Инвокер Но Мне кажется Баратруму Очень выгодно Что Инвокер Его сейчас Пытается Убить Потому что Там Просто Сейчас Упадет Три Стороны Пока Инвокер Пытается Одну Закостелять С учетом Еще и Того Что Ему Очень Активно Мешают И он Решил Просто Просто Отсюда Уйти Теперь Решил Вернуться Замечательный Инвокер Мне просто Мне так нравится За этим Наблюдать Он просто Только что Заруинил Игру Мне кажется Своей команде Отчасти Этим вот Триггером На Баратрума Тут Байбекнулся Ну не байбекнулся Точнее Взродился уже Свен И скорее всего Винкрипов не будет Если сейчас Рейс Кинг Не добьет Этот барак Он кстати говоря Встанет Нажмет БКБ И просто Начнет бить барак Да Он абсолютно Правильно делает Это мега крипы Дуэли Конечно же Вовремя Которая будет проиграна Еще и Свена Здесь скорее всего С собой заберет Там тем временем Инвокер Инвокер просто ушел Не допушил Одну из сторон А Нет В Рейс Кинга забрали Смотрите И Свен выжил Каким-то Фантастическим образом И только что Произошло Если честно Я не понял Кто не понял Поднимите руку Ну и начинается Знаменитый пуш Не знаю О том что там Есть байбеки Но Хотя бы байбеки Сейчас нужно сфорсить Потому что Все таки Три стороны пушатся Но вот они Моментально Два байбека И в принципе Можно отходить И пытаться Дефать мега крипов На своей базе Потому что Мне кажется Не представляется Возможным Сейчас Спушить Последний барак Да даже если Убиться Об эти бараки То как бы Потом вам снесут Трон Поэтому тут нужно Их спушить И еще Уйти Дефать свои Даже уже не бараки А уже трон Получается Поймали здесь В рейтингах Хотя кто кого еще поймал Там Свен ГДС и бегает В итоге Свен у нас Инициировал Воракла Забрал его Очень быстро Здесь у нас Забрали Дочень так же Сайленсер Разменялись Суппортами И Там у нас Бьют Свена Который сейчас умрет И у него Кулдаун на байбек Еще 2 минуты Собственно говоря Легионка Тут тоже отдается Вот о чем я говорил Что убиваться В бараке Это очень плохая идея Потому что Сейчас Начнет падать Ваш трон В принципе 80 секунд Без байбека Свен Скорее всего Сейчас ребята Просто зайдут И Закончат эту карту Лейтгейн Так и не наступил Инвокер покупает У нас Дезолятора Я так понимаю Нет Он передумал Он решился Купить Блокенбар Моментально Просто Сбрили Думбрингера Вообще Я помню Тих аутов Там очевидно У кого-то Был гем Нет Просто Сентрак стоял И действительно Был гем Был плейт Как ваши ставочки Дорогие друзья Потому что Уже Счет Минимум Не В сухую Будет То есть Это Или 1-1 Или 2-0 В сторону Темпостей Спорт Ну На самом деле Откровенно говоря Как-то Прям Совсем Непонятно Проводили Откровенно говоря